Всем привет! Да, незаправленная кровать это про меня. Вот не знаю, как-то вот-вот-вот... Не заправляю я их и все. Есть у меня даже покрывало, но я им просто тупо не пользуюсь. Где-то валяется. Что ж, на сегодня обещают град, там всякую фигню и все прочее, но за окном настолько ясная погода, что в это мало верится. И Дисметио подтверждает это, а Яндекс не подтверждает. Но верю я почему-то больше Яндекса. Поэтому пока погода не начала портиться, надо кое-что успеть за компом проработать. Как только начнет, прыгаем сразу на мод и мчим в гараж. Клубничкой с войской вгостили меня еще вчера. Надо будет сейчас помыть, поесть. А это все еще пока прошлогодние заморозки. Что ж, сезон. Люблю компотики. Эээ, примерзла. Опа! Так я и знал. Сейчас вы только что видели эффект хопа! А еще бывает, когда наливаешь водку в рюмку и так ух ты! Это второй эффект. Не знаю, сколько раз пробовал уже перебираться куда-то в зал, например, мне на кухне как-то приятней или привычней, скорее всего, работать. И хавчик рядом, и холодильник рядом. И уже как-то вот прям тут уже обосновался я. А это уха из того толстолоба, которого я тогда ночью привез. Офигеть он жирный. Да, хватило, кстати, там, голова, хвост, вот просто на уху, и она не течет, она прямо как в желе превратилась, как холодец. То есть настолько товарищ жирненький оказался. Сейчас растает и очень-очень вкусненько, как и злиня должна быть. Ничего не пробовал. Да, могу подтвердить. Уха из толстолоба необычайно вкусна. Так что рекомендую. Ну, сейчас поем и поеду там пару мест, заскочу на моте. Но, как говорится, вдруг откуда, не возьмись, появился сильный ветер. Глянул Яндекс, вот как раз с той стороны затягивает чего-то вдруг резко какие-то тучи. Вот сейчас еще проверим, как там в чехле будет мой мотик. Не перевернет ли его, потому что там что-то какие-то порывы ветра какие-то бешеные обещают. Но пока еще деревья не сильно так шевелятся, как обычно бывает при сильном урагане у нас тут. А вот вон там стоит. Ага, чехол снизу поддувает. Вот пускай будет тест на парусность. Дождь, в принципе, не настолько долго. Он где-то часа два будет идти. Ну, я найду чем заняться за это время. Надо видосики обрабатывать, надо видосики снимать. И с документами поработать еще, соответственно. Поэтому планы немного меняются. Ничего страшного. Продолжаем. Ну, и не так страшно все это дело выглядит. Что-то вроде чуть-чуть капнуло, уже и высохнуть успело. А, он дождик идет. Даже вот такой запах чувствуется. Но он такой мелкий. Ага. Слышно, вот как он шелестит. Даже здесь. Но мелкий, прям мелкий. Лучший отдых это смена деятельности. Поэтому что-то уже придурил я за компом. Выхожу и прокачусь. Пару мест. Заказ пришел. Кое-что куплю. Присадочку хадовскую для мото. И, пожалуй, сейчас уже как раз вечерок. Ну да, уже. Пятый час получается. Вечером, сколько там пока настроения будет, поковыряюсь в гараже. Там делал всегда валом. Ну, и тем самым отвлекусь и переключусь с одного вида деятельности на другой отдохну. Заехал я, купил присадку, которую хотел. Снимаю перчатки и вижу, что у меня уже перчатка протерлась до дыры. И здесь вот тоже хорошо подработалось. Это вот по сцеплению. С другой стороны, ну, вроде бы варежка целая еще. Хотя тоже подтирается. Вот такую присадочку. Думаю, километров 200-250 на ней покатаюсь. И как раз вот к смене масла. Вижу, краешек чуть не темнеет оно. Промывочку добавлю. И будет вторая смена. То есть будем сейчас промывать, продолжать его. Наконец-то в Белгороде появилась тоже вот эта аптека.ру Как же приятно зайти в гаражик, когда тот уже прибрался, пропылесосил. И вот непонятки какие-то с погодой сегодня, конечно же. О, опять начинается. То поснимали, то опять поставили дождь, то опять сняли. Но вот сейчас по-любому влупят. Что ж, хотел тут кое-что заснять за этим столом. Но похоже придется сейчас мод загнать. Пока сильно уж ветер девок и даже не подздувал с ворот не начался. Вот. Надо будет, наверное, стол в сторону. Пока ветер без камней. Мод туда-вдаль. В общем, сейчас как-то разберемся здесь. Надо научиться компактно размещаться. Ну и отлично. Все влезли, все вместились, разместились. Сейчас подумаем, чем же заняться. И я прям очень вовремя. Вот он уже и дождик начался. О, кто-то подъехал, даже уже успел. А кое-кто не мокнет под дождем теперь, да? А займусь я, пожалуй, самыми такими делами. Недоделками, мелочевками. Вот, освободить место надо под компрессор. То есть то, что вот надо это, надо это, надо это сделать. И все время не хватает на это времени. И вот думаю, сейчас как раз самое оно. Немножечко пошуршать. Ай, как мне нравится это дело. Вот. Наверное, это правильный выбор. Что? 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 Продолжение следует... Остались у меня ножки. Вот такие короткие, вот такие подлиннее. Где-то еще совсем длинные были. От всяких тумбочек. Если у кого-то есть идеи, что с ними сделать можно, пишите. Потому что пока, кроме как дрова, я ничего не вижу. Продолжение следует... Продолжение следует... Подвал спускаешь. Прямо запах приятной древесины. Ну, в общем-то, вот в мешках. А эти длинные решил пока не. И второго, наверное, тоже. Распилю пилой, которая дружба, которая партнер, которая бензопила, которая вообще сучка рез. И раскалю. Потому что слишком длинные мне-то не нужны. Они не влезут в печку. Не предусмотрел. В принципе, не критично. У меня дрова на следующую зиму точно есть. А там дальше поглядим, посмотрим. Ну, вообще, наверное, все на сегодня. Больше никаких таких событий не будет у меня. Если что-то будет, как говорится, традиционно, выйду еще раз в эфир. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Комментируйте. Лайки, дизлайки. Все эти вещи. С вами был Диман Манаваров. До новых встреч. Пока. Пока.